Утро Педагог и сказка терапевт Да Давайте сегодня поговорим о прекрасном Которое может быть не очень прекрасным Я так понимаю психологически А именно о подростковых проблемах Связанных с первой влюбленностью Вот это первое чувство любви Когда мы все-таки, надеюсь, к противоположному полу Начинаем испытывать Прям вот хочется С чем же это связано? Ну это же прекрасное чувство, даже, мне кажется Это замечательное чувство Но я вас хочу немножечко остановить И сказать, что это не первый раз все-таки Первый раз мы влюбляемся где-то в 5-6 лет В детском саду Где мы просто, ну, всегда готовы выйти замуж Ну, как вот, я даже себя помню У меня, значит, был Саша, привет ему большой Я собиралась выходить замуж, рожать детей Абсолютно серьезно относилась к нашим отношениям Правда, они длятся, ну, приблизительно недельку Там иногда один день Иногда, как бы, сегодня Саша, а завтра Петя И это абсолютно нормально Но некоторые родители боятся этого И говорят, ой, ну, вообще-то Ты что, ты в будущем можешь там Да-да-да, ни в коем случае Ты в будущем еще там найдешь своего Сашу, Петю И все в этом роде А сейчас не надо, и все такое То есть вот это, на самом деле, первая влюбленность К ней надо относиться абсолютно спокойно Абсолютно нормально Вторая влюбленность Это у нас уже, когда мы идем в школу Садимся рядом с Петечкой, Васечкой Либо Машенькой И говорим, вот он, мой любимый Моя любовь То есть оно, ну, на самом деле Я умиляюсь детям Насколько искренне Они вот в течение одного даже дня Любят друг друга Вот, поэтому, как бы, в любом случае Это, так скажем, репетиция Уже к подростковому возрасту Когда ребенок уже приходит и говорит Мама, вот это там Вася или Петя, опять же, наша любимая Это может быть тот же самый человек Вот, и вот они с сальными волосами Своими прекрасными Знакомят нас с любимым Второй половинкой Вот, бояться этого тоже не надо Очень многие родители напрягаются Говорят, тебе всего 13 Какой, Саша? Иди учись! Да, вообще, что у тебя в голове В твоей голове опилки Иди вообще заниматься математикой Какая учеба Ну, вообще, какие любови Какие Саши? И они реагируют таким образом Что дети От них, естественно, начинают Еще больше осепарироваться Сепарация, напомню То, что это отделение от родителя И получается то, что мы становимся Еще дальше Ну, и мы не можем назвать потом Наших родителей близкими людьми Когда нашего любимого Петечку, Васечку или Машечку Обзывают самыми последними словами И говорят то, что он нам не нужен Или, не дай бог, не верят в нашу любовь Вот так вот Но, смотрите Можем ли мы тогда рассматривать Моменты влюбленности Как процесс сепарации Потому что процесс сепарации важен, да? Мы должны отделиться все-таки от своих родителей Да Но можно ли мы тогда Вот этот вот инструмент Первой любви использовать В том числе в рамках сепарации? Конечно, конечно Он поэтому у нас и возникает То, что у нас в подростковом возрасте Самое главное направление Это интимно-личностные отношения Так и называются Вот То есть это близкие отношения Не просто, знаете, как мы вот В младшем школьном возрасте Садимся, опять же, к Петечке и Петечке Да, там И вот все Мы лучшие подружки Посидели один раз за партой вместе И все И дружба навеки А тут уже, понимаете В подростковом возрасте Мы уже начинаем вливаться, так скажем В отношения Начинаем рассуждать А что нам нравится в человеке А что не нравится А какие мы на самом деле И это все безумно на нас влияет В принципе, когда ребенок Начинает встречаться с противоположным полом Первое, о чем мы говорим Самое важное Это у нас продолжается Остановление самооценки Продолжает эта самооценка Формироваться И поэтому тем Чем, ну так скажем В кавычках Лучше будут эти отношения Тем лучше будет наша самооценка Но, опять же Это, к сожалению Или к счастью Не панацея И очень часто встречается То, что у нас первые отношения Какие? Никакие Никакие Ужасные Отвратительные И это тоже ок Это тоже нормально Самое главное в этот момент Поддержать ребенка И сказать ему То, что это Да, это такое бывает Не говорить У тебя таких Вася будет еще Тысяча штук Ни в коем случае Мы это не используем Мы наоборот говорим О том, что я тебя поддерживаю Я пытаюсь тебя понять Не я тебя понимаю И все И вообще У меня так же так было Я тебя услышал Вот это вот Да Нам нужно дать понять То, что мы тебя Вот, я разделяю твои чувства Я пытаюсь тебя понять Я не представляю Насколько тебе сложно И тяжело Хотя вы можете в глубине дышить Прекрасно представлять это Но это не имеет значения Очень важно Не обесценивать чувства ребенка И таким образом Вы продолжаете помогать Ему формировать И сепарацию Которая в нашем случае Потрясающе и прекрасно происходит Вот И одновременно Как бы Ну да Мы пахаем Какую-нибудь Петечку Или какую-нибудь Машечку Но ничего страшного В этом нет Зато мы можем Попрактиковать По крайней мере Какую-то агрессию Да Проявление вот этой агрессии Которые подростки К сожалению Тоже страдают В любом возрасте Если немножко вернуться Вот к самой первой Влюбленности Там я не знаю На школьной скаме Вот так родители Должны реагировать Если ребенок Проявляет чувства В любом возрасте В 5 лет В 8 лет Понимаете Там такая штука Что в 5-6 лет Еще таких нету Мы не страдаем от того Что Петечка ушел К Машечке Ну как бы Мы такие Ну и ладно Ну тогда у меня будет Вася Ну и все Пошла я дальше влюбляться А вот если мы говорим В младший школьный возраст Тогда там уже Стоит поддержать Если вдруг выбрали другого Потому что там чуть-чуть Постарше Так скажем Чувства А вот в подростковом возрасте Мы уже прям полноценно Вливаемся в эти отношения Если у вас Наши уважаемые слушатели Есть какие-то вопросы То пожалуйста Плюс 7903-797-6333 Таковы координаты Прямого эфира Вы также можете Зайти в нашу трансляцию В YouTube Тут идет прямо Непосредственно Из нашей студии И написать Соответствующий чат Очень скоро К вам вернемся Мы продолжаем И напомним Что у нас В студии Дарья Дугинцова Детский психолог Педагог И сказкотерапевт Если у вас Есть какие-то вопросы Плюс 7903-797-6333 С них и начнем Наверное Да Еще сначала предупредим Что все нормально С Татьяной Мужицкой Она уехала в отпуск Просто ребята Дайте ей отдохнуть Она потом приедет И все как всегда Будет в свое время Не переживайте Да Мы вот тут Начали уже Зачитывать вопросы Вот например Виктория Пишет кстати Распространенная история Меня удивляет Что Петрановская Пишет про тех Кто за косички дергает Мол это они симпатию проявляют Невоспитанность Они проявляют И все Учу дочку Что мальчик может Симпатию нормально проявлять Вот действительно Эта история с косичками Там или еще С какими-то вот такими Подобными штуками Это что Они правда Не умеют проявлять Симпатию Петрановская вообще Замечательно прекрасный человек Пишет прекрасные книги Поэтому всем советую Их читать И действительно Смотрите Вот вы например Своего сына Учите проявлять симпатию Ну там я не знаю Подарить конфетку Не знаю там Погладить как-то Прикоснуться Донести портфель Да Донести портфель Рассказать там о том Что ты знаешь Ты мне нравишься Или еще что-то такое Вот вы например Учите своего ребенка А кто-то не учит И они просто С друг дружкой Потом повторяют Вот эти косички дергают Или там Пинки раздают некоторые Или подножки ставят На самом деле Это вот просто Привлечение внимания И в прошлом эфире Мы с вами говорили Затрагивали кратко тему Что есть дети Которые Не различают Позитивное внимание И негативное То есть для них Это все одно и то же Что за косичку Зерны что портфель поднести Да И для них Самое главное Что на них просто Обратили внимание Вот и все И то каким образом Они это сделают Ну как бы выбор каждого Если вы учите Это здорово Но кто-то не учит А кто-то просто Не слушает и не слышит А как этому научить Просто сказать слова Вместо того Чтобы дергать за косичку Возьми лучше Девушке понравившись Портфель отнеси Не всегда же это пойдет Но для начала Для начала Нужно научить ребенка Проявлять И именно вот это Позитивным подкреплением То есть когда мы Обращаем на него внимание Когда он нас зовет Да там Обращаем внимание на него Когда он там Грустный Или еще какой-то Разделяем его чувства И все в этом роде И тогда ребенок Будет выбирать Вот этот вот момент Когда Взрослый уже человек Так скажем В будущем Он будет выбирать Вот этот момент Позитивного подкрепления Нежели чем негативного Когда ты потом Кричишь на ребенка Да там Раздражаешься Бьешь по попе Там ногорок не дай бог Ставишь Ну и все в этом роде Я просто сейчас думаю Что некоторые мужчины Остаются в этом состоянии Тоже не умеют Нормально проявлять Свою симпатию Тоже переходят Во что-то очень странное Когда ты реально не понимаешь Чувак ты как В себе вообще Подойти Ты чего хочешь Ткнуть пальцем Да Ну это да Это взрослый Это страшно уже Ребенку 7 лет Влюбился в подругу Вопрос Наши слушатели Сыграли игрушечную свадьбу Нормально ли это Спрашивают Это прекрасно Это нормально Я очень рада Что они играли Игрушечную свадьбу Ведь в этом возрасте В младшем школьном возрасте Еще очень важно Идти в сторону взрослости Тоже То есть Как бы они же понимают Что свадьба бывает Только у взрослых А тут они сами Себе кольца из фольги сделали Прекрасно себя чувствуют Платье надели Смокинг надели Там бабочка какой Да замечательно Пусть играют Тем более не продолжают Сюжетно-ролевую игру Прекрасно Все замечательно Вообще вопросов нет Супер Кирилл вот просит уточнить Я так и не понял Говорить нужно Я хочу тебя понять Но не говорить Что у тебя так было И ты смог это пережить Что-то непонятно Нет Мы можем рассказать Просто Некоторые родители Они как делают Вот У меня так тоже было У меня потом Тысяча Вась После этого Васечки было И все в этом роде То есть Они таким образом Обесценивают Чувства ребенка А можно просто Подойти с другой стороны Да Вы можете рассказать Свою историю Если ваш ребенок Об этом спросил Типа Было ли у тебя Что-нибудь такое Или что-то в этом роде Самое главное Просто разделить Эти чувства И спросить А что ты чувствуешь А каким образом А как у тебя Это произошло А что тебя Больше всего задело А что тебе понравилось В отношениях А что не понравилось И все-таки Учить ребенка Быть благодарным За любой опыт Просто ребенка Нужно реально Всю жизнь учить Только подростков Мы не можем напрямую Учить Как младших школьников Или например Дошкалят Да мы там говорим Они делают А подростки За счет того То что они еще Более активно Сепарируются К сожалению Им напрямую Говорить нельзя Можно только Наводящими вопросами Аккуратно Может быть даже Намекая Наверное Чтобы понятно было Давайте зайдем В эту скользкую Все-таки тему Я считаю Потому что Это вопрос Который возникает Я думаю Что не у одной семьи А если ребенок Начинает встречаться С человеком своего пола Действия должны быть Аналогичными Что делать И как объяснить Что в некоторых ситуациях Не стоит это демонстрировать Так как особо Ретивые товарищи Могут расценить это Как пропаганду То что за что У нас сейчас Могут посадить Написать заявление Оказать физическое Или психологическое давление Как быть с такими ситуациями А что там по возрасту Напишите нам Сколько возраст Действительно В каком возрасте Я думаю Если начинает встречаться То это уже точно Не дети совсем Может быть лет 12 Скорее 13 Давайте так Если это подростковый возраст Тогда мы Давайте так Немножко разграничим Если до подросткового возраста Тогда мы начинаем объяснять Просто объясняем Вот смотри У нас есть мама Папа Мы любим Друг друга Кстати При ребенке Проявлять свои чувства Это нормально И это наоборот хорошо И мужчина должен Проявлять себя как мужчина Женщина как женщина А не просто так В комнату уходить И там вы супруги А вместе с ребенком Как бы просто Отдельные люди Так нельзя себя вести Поэтому сам Ну это важный момент Потому что Многие так не поступают К сожалению А потом появляются Вот такие вот истории С ЛГБТ связанные Так вот Если вдруг Такая история происходит Самое главное Чтобы мы не реагировали Жестко и резко То есть нельзя говорить Вот Ты что Совсем с ума сошел Или там Сошла Ты что это такое И все в этом роде То есть чем резче Мы отреагируем Тем хуже Мы сделаем Для наших Детско-радительских Взаимоотношений Вот это важный момент Первый фактор Второй фактор Если вдруг Об этом узнают Не дай бог Бабушки Боже мой Давайте мы их Просто обезопасим И либо им не скажем Либо скажем Они вот сейчас Поиграются И разберутся Потом Третий фактор Отправляем к детскому психологу Не потому что Вот смотри Ты такой Поэтому мы тебя Отправим к детскому психологу А нужно проверить На всякий случай А почему Есть такое влечение Потому что Чаще всего Это связано С такими Достаточно Серьезными Глубокими Сложными проблемами То есть С желаниями Это может быть Растление В каком-нибудь возрасте То есть Это более глубокие Глубинные истории Очень Я смотрела Еще очень старое Даже Ну не очень старое Но исследование И только Самый маленький Процент Людей Там по-моему Если я не ошибаюсь 4 процента Из ЛГБТ Сообщества На самом деле Имеют какие-то Отклонения Просто Вот просто Захотели И все А все остальные Там 96 процентов Это люди Которые испытали Какую-то травму Например При первой Интимной близости Что-то не получилось И все И все пошло Не так Не так Да И человек делает вывод Что все Например Мне это не подходит Он неосознанно Это делает вывод Или например Вот первая любовь Какая-нибудь произошла И например Его взяли Там ребенка И как-то Очень жестко И неприятно Отвергли И человек делает вывод Все Мне этот пол Грубо говоря Не интересен Все До свидания Я буду делать направление В другую сторону И вот Нужно разобраться В чем причина В чем проблема Может быть ребенок Просто хочет привлечь Ваше внимание Или внимание Других ребят Например В Америке Очень большая Часть вот этого Соследования Говорю Большое Процентное соотношение Просто не помню Именно сколько Но прям вот Чуть ли не половина Почему именно Люди начинают Входить в это сообщество Для того Чтобы привлечь Своё внимание И показать Что я особенный Я вот такой Потому что В школе же Конкуренция Это уже должен быть Популярным И все в этом роде И за счет Вот этой популяризации Дети идут В направлении ЛГБТ То есть Грубо говоря В таких ситуациях Если мы говорим В данном случае О подростке То все-таки Лучше обратиться К психологу Чтобы выяснить В чем причина Да Чтобы если вдруг Она какая-то Глубинная есть Да Опять же По типу растления Например Просто это чаще всего Вот то что Родители даже не подозревают Они даже не знают И если вдруг Такое есть Мы обращаемся К детскому психологу Психолог не будет Специально говорить Вот давай разберемся По каким причинам Тебя там Значит Тяготит Там вот эта вот история Нет Мы аккуратно Через тестики Через разговоры Через какие-то Ну такие Игровые Возможные иногда Формы даже Будем взаимодействовать И узнавать А в чем конкретно Причина Вот сейчас спрашивают А если влюбились В твоего ребенка Как поддержать Если ей Это внимание Неприятно Отличный вопрос Смотрите На самом деле Мы просто Разделяем чувства То есть Просто говорим Ну например Там ребенок Что ты испытываешь Он говорит Я испытываю раздражение Давай там Хлопнем ногами Топнем ножками Там все в этом роде Чтобы Ты показал Насколько сильно Тебя это раздражает Расскажи мне об этом Давай поделишься Давай расскажем Об этом бабушке Давай Что думают Твои там Ребята в школе Все в этом роде То есть пусть ребенок Об этом говорит Да Мы ни в коем случае Не запрещаем Но и стараемся Спустя время Потом когда он Выговорится Немножечко Раздражается Все в этом роде Вот эта вот Агрессия выйдет После этого Мы стараемся Перевести на эмпатию А как ты думаешь Вот если бы Ты бы влюбился А тебе бы не отвечали То каким бы образом Ты реагировал То есть на эмпатию Вот эту вот Протягиваем потом Чтобы ребенок Жестко не относился К этому человеку Вот из трансляции Нам пришел вопрос Как уберечь детей От негативных контактов Со взрослыми Дети реагируют Известным им способом На известную ситуацию А когда происходит Что-то нестандартное Они теряются Вот такое Ну как Мне кажется Просто ограничивать контакты Я не совсем понял Правда вопроса Уберечь детей От негативных контактов Со взрослыми Ну я так понимаю Как я поняла Этот вопрос Потому что он мне тоже Не совсем понятен Но все же Вот как Я поняла Это вот Чтобы Например взрослый мужчина Не начал отношения Со взрослой С маленькой девочкой Наверное это про это Во-первых Нужно проверить У девочки Как дела Вместе с папой Контакт с папой Какой Хороший Нехороший И то же самое У мамы Если вдруг Вот бывают женщины Которые тоже начинают С молодыми ребятами Отношения Нужно проверить А какие вообще Ваши детско-родительские отношения Потому что в любом случае Мы перенимаем Всю вот эту вот историю От своих родителей Из семьи все равно Конечно Поэтому проверяем Сначала эту историю И если вдруг Мы видим Какие-то Схожие истории Мы обязательно О них говорим Не нужно об этом Молчать Например Там какая-нибудь Глаша Я не знаю Вот в соседнем подъезде У вас начала встречаться Вместе со взрослым мужчиной А ей например Пятнадцать А ему не знаю Там например Двадцать пять Предположим Мы об этом не молчим А говорим об этом Смотри Вот Глаша встречается Я не знаю С Петей Ему двадцать пять Ей пятнадцать Как ты думаешь Это нормально или нет Как ты думаешь Это хорошо или нет Вообще-то уже уголовщина Так вот На секундочку Да Но мы-то Ребенку это нормально Не объясним Ему на уголовное дело Вообще параллельно Они же такие самостоятельные Взрослые Как бы мы на это делаем Тут же любовь Да Тут же любовь Тут же все серьезно Конечно Давайте сделаем Небольшой перерыв Бизнес-новости Под серебряным дождем Это утро под серебряным дождем Партнер программы ООО Спортфорум С девяносто третьего года По всей стране И за ее пределами От Казахстана До Швейцарии Чемпионы сервиса С олимпийскими чемпионами В тренерском составе World Class Тридцать лет фитнеса в России WorldClass.ru Что же мы продолжаем Напомню у нас в гостях Дарья Дугенцова Детский психолог Педагог и сказкотерапевт Разбираемся В чувстве влюбленности С проблемах подростков И тех Кто чуть-чуть помоложе Плюс 7903 7976333 Таковы координаты Прямого эфира Да, Таня? У меня просто вопрос Вот как раз о том Что мы вот с Дарьей говорили А к чему, собственно Вот это все А к тому, что, наверное Во взрослом возрасте Если что-то не так было Вот с этой первой подростковой любовью Оно нам Аукнется Аукнется, да Вот, хорошее слово Конечно Действительно аукнется И как? В голос просили И как? Итак, давайте разбираться Ну, первый формат Самый главный Это у нас самооценка Про которую мы немножечко поговорили То есть становление продолжается Формируется дальше самооценка Поэтому, естественно Наши какие-то взаимоотношения Будь то в 6 лет Будь то в 7 или 8 Или будь то уже в подростковом возрасте Естественно влияет на нашу самооценку Это первое Второе Мы делаем вывод Что нам больше всего интересует Стабильность или бурные Какие-то вот эти вот отношения То есть будем ли мы более Ну, назовем это так Ну, опять же Стабильны, да Так спокойно Общаться Рассуждать Решать какие-то проблемы Или все-таки будем устраивать Какие-то невероятные страсти Итальянские вот эти вот истории Либо будем как бы более спокойны С эмоциями или без Да Так скажем Будем ли мы опираться на эмоции И чувства Или мы все-таки будем Опираться в первую очередь На логику И какую-то рассудительность А можно разве с чувством влюбленности Опираться исключительно На холодный мозг И логику Не исключительно Но включать ее нужно И это нужно уметь делать И именно вот как раз таки В подростковом возрасте Когда у нас Ну, предположим Какая-то невероятная ссора И мы там что-то решаем Между собой И очень важно В этот момент сказать А что тебе говорит Твое сердце Вот на самом деле Да Там что у тебя по чувствам А что тебе говорит Твой мозг И ребенок в этот момент Останавливается такой Вау Обалдеть То есть получается У меня есть два варианта Чем можно рассуждать И получается то Что он выбирает Либо то, либо другое Конечно, мы не можем Да, там Когда захлестывают Любые чувства Да, там Особенно какие-то негативные Мы не можем иногда Себя держать в руках И все в этом роде Да, там Некоторые даже доходят До абьюзивных отношений Вот Но Как бы некоторые Начинают обращаться К мозгу Так скажем И рассуждать более логично Вот Следующий момент На который мы обращаем Внимание Это формируется Понимание сексуальных желаний Сексуальных вообще-то Каких-то потребностей В любом случае Хотим мы или не хотим В подростковом возрасте Все это дело Начинается Потому что, опять же Напомню У нас интимные личностные отношения И интим туда тоже входит В прямом смысле Этого слова Поэтому Наши будущие Какие-то предпочтения Формируются тоже здесь И это тоже нормально И это тоже нужно принимать Потом Мы учимся вести себя Рядом с партнером Либо отстаивать Свои границы Либо Мы можем входить Вообще в симбиоз Симбиоз Это вот Когда мы Не отделяемся Друг от дружку И чувствуем Чувство другого человека Это не есть хорошо Вот Желательно, конечно Научить ребенка И научить себя В том числе Не впадать Вот в этот вот Злосчастный симбиоз Который по факту Никому лучше не сделает И симбиоз Часто доводит Доводит людей До какой-то агрессии Потому что Они не чувствуют себя И начинают Как бы Ну До бьюза В общем доходит Вся эта Грустная история Вот Вот это вот Мы формируем Значит И сравниваем Партнеров По итогу И решаем Чего же мы На самом деле хотим Какого мы партнера Все-таки видим Рядом с собой Кого видим Кого не видим Какие мы На самом деле Чего мы хотим А чего мы не хотим Видеть рядом с собой Это основные базисные истории А что делать Давайте А что делать Если все мальчики В классе Вурлены в одну девочку Они дерутся Между собой Вы спрашиваете Что девочке делать Или одному Из тех мальчиков Который дерется За одну единственную Девочку В классе Вы знаете Я так тепло Отношусь К таким историям Потому что Я была одной Из тех девочек За которую Дал Без квасов Я и моя подружка Мы были самые красивые Значит В детстве И так получалось То что за нас Тоже дрались мальчики Ну смотрите С точки зрения Мамы девочки Мама девочки Говорит Ты моя прелесть Ты моя солнышко Моя радость Ты такая красивая Посмотри Все видят Какая ты красивая Тем более Папа должен Постоянно говорить У нас папа Всегда отвечает За самооценку Тоже девочки И за будущего Партнера В том числе Поэтому папа Тоже должен Говорить За тебя дерутся Смотри Какие дурачки А ты такая у меня Красавица Солнышко Яркая Невероятная Прям невероятная Поддерживать ее Вот в этом Звездном статусе Конечно Ничего страшного От этого не будет Вообще То есть мы Нарцисса В этом плане Не вырастим Нет Там нарциссизм Это холодная мать Если что Нарциссизм Это про холодную маму Ну это так Немножечко Отклонение Вот От темы Вот То есть это не Любящий папа А именно Холодная такая Отстраненная Жесткая Мама Да Вот это вот Про это А если мы говорим Папочка говорит Доченьки Люблю не могу Трамвай куплю Это наоборот Здорово И поддержит всю эту историю А если у нас Мальчик значит В семье растет И вот он там Дерется за красавицу Девчонку То ничего страшного Говорим Слушай ну давай Тогда Как бы не драться А хотя бы решать Как-то проблему Человеческим способом Смотри Вот я например Хожу там Работаю в какой-нибудь Компании Я же вот Если мне там Кто-то понравится Или не понравится Я же не буду драться Там вместе со всеми Ребятами Значит в твоем коллективе Правильно? Правильно Вот смотри Я решаю вопросы Словами Давай с тобой подумаем Каким образом Ты можешь отвоевать Девочку словами И мы учим ребенка Вот в таком вот направлении Рассуждать Убеждать И общаться А как быть другим Девочкам в классе? Вот прямо Мой вопрос Да он пришел В трансляции сразу же Действительно А не влияет ли это На их самооценку? Может Но в таких случаях Мы говорим Смотри Ну вот Пете нравится Маше А Маше не нравится Пете А этот нравится другому А вот эти так И если вдруг По каким-то причинам В классе за тебя никто не дерется Это не значит Что в другом классе По тебе кто-то не сохнет И не готов тебе эти косички Дергать Понимаете? Поэтому мы обращаем внимание Не на негатив Где тебя не приняли И не так сильно любят А на позитив Ой смотри Вот здесь тебя точно ценят Вот смотри Мальчик на танцах Тебя смотрит Вообще Глаз с тебя не сводит И невероятно в тебя влюблен Сто процентов Зуб даю Вот на такие вещи Обращаем внимание А не на негативные Вопрос по поводу Того что Видят люди У меня странный вопрос У меня в свой магазин И много родителей Приходят с детьми Разными Бывают случаи Когда родители Кричат Или обзывают детей Мы вынуждены Присутствуем При этих сценах Как вести себя В таких ситуациях Замечание Это взрослому человеку Не всегда Сделать Что ты Со своим В чужой Огород лезешь Там и так далее И тому подобное Смотрите какая штука Если у нас Идет Такая вещь Что человек Просто повышает Голос на своего ребенка То это одна ситуация Мы не можем Ну мы не имеем Права мы вмешиваться По закону По всему вот этому А если вдруг Поднимают руку Таскают там По Магазину Или делают Какие-то Противоправные действия Тогда в таких случаях Мы вмешиваемся Не бойтесь смешаться Позвонить в полицию Либо как минимум Пригрозить И показать все-таки Тому ребенку Который к сожалению Не имеет полноценной защиты Что общаться Защиту где-то Можно найти Как минимум в социуме То есть для ребенка Наверное это тоже важно Конечно Потому что самое главное Что делает родитель Это формирует доверие к миру В первую очередь Это формируется В первый год жизни Когда ребенок заплакал Да там И мы сразу его взяли К груди прижали Любим Обнимаем Обожаем А если у ребенка этого нету То доверие к миру Нормально не формируется И ребенок делает вывод Что доверять этому миру нельзя Так вот В такие моменты Когда родители Повышают голос Или там Не дай бог Поднимают руку Мы в такие моменты Должны показать Что все-таки Можно на кого-то Опереться Пусть даже это будут Люди со стороны В магазине Дочка 12 лет Дружила с одноклассником Он ухаживал Делал подарки А летом Обиделся на нее Как он сказал Из-за шутки Про дружбу С другой девочкой После этого оскорбляет И всячески пытается задеть Как быть в такой ситуации Ну зачем он Надо вывести на разговор А зачем же он все-таки оскорбляет Наверное для того Чтобы привлечь ее внимание И ваша задача Сделать так Чтобы девочка Сама сделала вывод Что оскорбляет Именно по этому поводу Вот смотрите Алексей из Пятигорска Спрашивает А что делать Если заранее известно Что партнер ребенка Плохая личность От слова совсем Не отговаривать общаться Не мешать ребенку Учиться на своих ошибках А если Одновременно Да-да-да А если ошибка Будет фатальной Наркотики или ДТП Смотрите Опять же Мы ни в коем случае Не говорим Твой ухажер Кошмар Это ужасно Это не твой уровень Это все отвратительно Он тебе не нужен И все в этом роде Вот этого мы не говорим Это мы никогда не говорим Даже если это бомж Прям вот Знаете Самых худших Человеческих качеств Прям отвратительный Ну прям вот Вы не можете на него смотреть И вообще он пахнет ужасно И вы при этом Представил себе Да Нарисовал я вам красивую картину Нарисовали вообще картину Так вот Даже если такое приходит Мы все равно не говорим Свою фи Потому что Если мы скажем Подростку свое фи Ребенок скажет О Это то что мне надо Ровно отзеркали все Поэтому да Поэтому то что вы говорите Нет Они скажут да Поэтому мы никогда не говорим Что то плохое Это первое Второе Мы можем показать Какие то ситуации Своими вопросами Ну то есть например Слушай Я вот узнал что этот Петя Я не знаю там Сделал то 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 Я не знаю Украл мотоцикл Предположим Вот угнал он мотоцикл Как ты думаешь А вот человеку Который имел Этот мотоцикл Вообще У владения Так скажем Как он себя чувствовал При том Что у него украли А как ты думаешь А может быть У него могли бы быть Последние деньги А получается что кто-то украл То есть мы не обвиняем Этого Петю Мы просто говорим о том То что А вот задумайся Каково это Контекст Давайте вот еще Одно забавное сообщение Ребенку 6 лет Взял деньги Которые копил И раздал девочкам На вопрос Зачем ответил Потому что они красивые Как реагировать Спрашивает Любовь Со смехом и радостью Это же прекрасно Это же замечательно Пусть одаривает девочек Украшениями Там деньгами Или что ему там нравится Ради бога Пожалуйста Ничего страшного В этом нет Просто можете объяснить То что смотри Вот ты накопил И получается Теперь ничего нет А может быть Стоило например Взять и купить им Например по конфетке Это было бы Еще более приятно Для них Серьезный вопрос После юмора Конечно С трансляцией Но я думаю Что к сожалению Такие ситуации бывают У нас в классе была ситуация 12 лет девочке С ней в лифте Поехал мужик Который заблокировал лифт И сказал ей раздеться Думать она рассказала родителям Нет не рассказала Только нам Мы бегали И искали этого мужика Родители до сих пор Об этом случае не знают Как от такого уберечь То есть вот Этот человек продолжает Как раз по поводу Знакомства с токсичными женщинами А я бы перефразировал вопрос А как тогда девочки После этого Если она не поделилась Но мы узнали Что вот такая ситуация была А кто узнал Вот это я не поняла Я так понимаю Что узнали кто-то из знакомых Или из коллег Но они так и не узнали родители Ну во-первых Нужно договориться с девочкой Чтобы она все-таки Рассказала родителям Я понимаю Что вы в данной ситуации Играете роль спасателя Не в плохом смысле А в хорошем Вот Но при этом Очень важно Чтобы родители Все-таки узнали И действовали Исходя из того Что они родители В первую очередь А какого будет Правильное действие родителей Ну кроме там Я не знаю Заявления в полицию Родители узнали В первую очередь Бежим в полицию Заполняем заявления Находим какие-то доказательства И все в этом роде Это все оформляем официально Это очень важно Первый момент Второй момент Мы бежим к детскому психологу И рассказываем Вот такая ситуация Что делать Потому что ребенку В любом случае Нужна будет помощь Даже если он говорит Я вообще прекрасно себя чувствую У меня все хорошо Это может быть Знаете какое отрицание И нежелание смотреть туда И вот когда мы Такие штуки раскручиваем Мы понимаем Что там на самом деле В голове у человека происходит Вот когда мы это все Вот так вот раскатываем Как скатерть И смотрим на это Только тогда ребенок По-настоящему От этого может Ну знаете Отделиться И не смотреть туда Как на травмирующие опыты Это утро Под серебряным дождем И в гостях у нас Дарья Дугенцова Детский психолог Педагога Сказка терапевта Разбираемся С этими первыми чувствами И вторыми И третьими О том как они Потом могут оказать И какое влияние На дальнейшее развитие Человека Давайте Даша ответим Вот на какой вопрос Моя дочь 13 лет Учится в женской гимназии В классе вообще нет мальчиков Как ей поднять самооценку Вообще вот это Раздельное образование Как вы к нему относитесь Когда только мальчики Только девочки Это в некоторых регионах Прям популяризируется Давайте так Я конкретно Против этого Потому что Каждый ребенок Должен общаться Не только со своим полом Но и с противоположным Кстати Это тоже Частая история Потом связана с ЛГБТ Когда у нас дети Ходят в одном направлении Ну и как бы А любиться Все равно хочется В подростковом возрасте Очень хочется И нужно любиться Опять же Интимное личностное Общение Гормоны играют Как вы Там все такое играет Вообще Х2 на взрослого человека Конечно Поэтому в любом случае Нам нужно компенсировать Каким-то образом Отсутствие Противоположного пола Пусть ходят в секции Какие-нибудь Я не знаю Шахматы где-нибудь Там рядом с метро Занимается Или еще что-то В этом роде Потому что Иначе Ребенок вырастает Не понимает Как общаться С противоположным полом И возвращается К своему полу Потому что он понимает Как с ним взаимодействовать Вот вам одна из причин Тоже вот такой вот истории Поэтому компенсируем Всегда То есть важно как раз таки Чтобы именно на этапе Взросления человека Он приобретал навыки Общения с противоположным полом И родители Должны обязательно Стимулировать Обязательно А не ограждать А не ограждать И причем Да я понимаю Там у некоторых Вероисповедание И не нужно там Например общаться Очень близко Мы не говорим Про супер близкое общение Мы говорим Просто про умение Вести себя рядом С противоположным полом Вообще понимать А кто это Что это Чем они дышат Конечно И как они там Подкатывают В кавычках Да там И как уметь отвечать На это все И все в этом роде То есть у нас целый комплекс Даже если мы Не очень близко общаемся Нам все равно Нужно элементарное общение Но подводя В каком-то смысле Итог сегодняшней беседы Родители должны Как раз таки К этому стимулировать И не отторгать чувства Не обесценивать чувства Своего ребенка Конечно Чем больше мы будем Входить в позицию ребенка Показывать ему Что мы понимаем Принимаем его чувства Не обесцениваем Готовы о них говорить И дальше Его поддерживать В его состоянии Пусть даже Это будет самое грустное Состояние на свете Но при этом Мы будем разделять Вот эту вот эмоцию И тогда у нас И детско-родительские отношения Будут адекватные И ребенок себя будет чувствовать И в отношениях В будущих его отношениях Будет тоже все более-менее хорошо Потому что он будет понимать Что его эмоции Это нормально И есть люди Которые эти эмоции разделяют Я вот сейчас поняла Что мы не затронули Еще одну тему А что делать Если например подросток Уже в том возрасте Там когда должна случиться Эта первая любовь А вот он Либо не интересуется Либо у него не получается Там он в каких-то комплексах В каких-то там своих Вот этих вот И некоторые родители Тоже из-за этого же переживают Начинают его там Давай мы тебя там С какой-нибудь соседкой познакомим Еще с чем-нибудь Как вот тут реагировать Вот эти вот поженились Да-да-да Так Не нужно реагировать Ну жестко И говорить Все давай женись уже с кем-нибудь С тобой все нормально вообще Пожени Вот это вот я тоже слышала В общем что-нибудь уже сделала Давай мы тебе кого-нибудь Найдем Платим У нас такое есть Есть И часто встречается Тань Это очень часто встречается Поверь мне С семьями Вот мы сегодня пойдем в гости Там живет Светочка Ты обрати на нее Она хорошая Девушка Нет это ладно Это я про то что давай мы тебе Оплатим Такое тоже есть Такое очень даже есть Есть И часто встречается Очень Но в чем проблема Опять же мы говорим подростку Иди делай то А он нам что ответит О тогда мне это не нужно Спасибо Противоположное Противоположное Поэтому мы с ребенком Можем просто обсудить Обсудить Поговорить А что ты думаешь По этому поводу А вот там Таня с Петей Встречаются А как ты думаешь Какого партнера ты бы хотел Там или хотела Да там То есть мы просто идем На обсуждение Вот если до 18 Там до 19 Нету никакого партнера И если вы видите Что например Ребенок хочет Но у него Катастрофически не получается Тогда мы идем К психологу Но тут один вариант Потому что нужно разобраться А в чем проблема А в чем причина А если ребенок Ну как бы себя нормально чувствует И он понимает Что ну просто не готов Вот ну не готов Ну бывает такое Ничего страшного Тогда мы Совершенно спокойно Себя дальше чувствуем Ну чтоб завершить Когда я в 15 лет Гадалка сказала мне Что все свои деньги Я буду тратить на женщин Я не думал Что речь идет о жене И троих дочерях Жди сюда в Андрите Дарья Дугенцова Спасибо вам большое Спасибо огромное Детский психолог Педагог И сказка терапевт Была сегодня у нас В студии Приходите как-нибудь К нам еще Тем Вот тем у нас осталось Огромное количество И это мы можем Судить в том числе И по вопросам наших слушателей Через несколько минут Перейдем в спортивную тему Поговорим о фитнесе А пока предлагаем Послушать чрезвычайно Интересные новости Под конечно же Серебряным дождем Субтитры создавал DimaTorzok